На 32 тонны пыли в год над Тагилом будет меньше. В городе станет чище благодаря аспирационной установке в миксерном отделении конвертерного цеха Евраз-НТМК. Важнейший объект федеральной программы «Чистый воздух» уже действует. Сегодня его торжественно запустили. Инвестировала компания в проект 270 миллионов рублей. Вы знаете, что мы до сих пор вкладывали практически по миллиарду в год вопросы экологии и охраны труда. Следующая цель для нас довольно амбициозная – выйти на новый уровень экологической безопасности. И за следующие пять лет у нас мероприятие сформировано на 10 миллиардов рублей. У нас как компания есть сознание того, что мы должны оставить, обязаны оставить будущим поколениям наш не только город и область безопасными и чистыми, а еще и всю нашу большую планету. Сегодня еще одно подтверждение того, что НТМК является одним из флагманов развития всей Свердловской области. И с точки зрения экологии, и с точки зрения социальных проектов. Я считаю, что тот курс, который взяла на себя компания, позволит качественно улучшить жизнь граждан Нижнего Тагила. Еще раз поздравляю с реализацией этого этапа. Новая аспирационная система улавливает более 96% выбросов, возникающих при переливе чугуна в миксерном отделении. Только за один час работы эта установка очищает от мелкодисперсных частиц примерно 1 миллион кубометров воздуха. Работает она по принципу огромного пылесоса. При переливе чугуна данная установка вытягивает из цеха воздух запыленный, очищает его и очищенный воздух выпускает в атмосферу. Поставлена большая установка с 9 тысячами фильтров, которые обеспечивают высокую степень очистки. Разработана и устроена целая большая сеть системы воздуховодов. Пыль, которая собирается при очистке, вывозится на ВГОК. Там ее используют для производства железофлюса. Эта модернизированная система аспирации на комбинате не первая. Техперевооружение уже проведено в колеске, участке шлакообразующих смесей конвертерного цеха и фасонно-литейном цехе. В ближайших планах модернизация пылеулавливающей установки в углеподготовительном цехе «Коксахима». Сегодня на Евраз-НТМК будет подписано третье дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Не переодев спецовки, делегации отправляются на следующее важное событие. Евраз, области, город подписывают трехстороннее соглашение. Денис Новоженов от градообразующего предприятия, Александр Высокинский от области и Владислав Пинаев от города договариваются о социально-экономическом сотрудничестве. Более 4 миллиардов рублей и отчисление Евраза пойдет на развитие Тагила. Одно из главных направлений – доп. образование. Это городской дворец детского и юношеского творчества. Мы вкладываем серьезные деньги, причем совместно с федерацией, в саму площадку. Но, тем не менее, у нас появляется законченность объекта тем, что в рамках соглашения мы и делаем еще капитальный ремонт самого дворца. О чем Денис Анатольевич сказал? Детский досуговый центр на Кальянке. На самом деле у нас сегодня самый густонаселенный район практически не имеет места доп. образования. Проект мы подготовили, совместно его одобрили вместе с правительством и Евросолдингом. Это действительно объект, состоящий из двух зданий. Одно будет у нас полностью под культуру, а второ – под образованием. Средства пойдут и на дополнительную поддержку волейбольного клуба «Уралочка» НТМК. Это уже третье подписанное соглашение. Благодаря такому сотрудничеству Евросолдинг участвует в стройке века, как говорят тагильчане, возведение моста через Тагильский пруд. Зарезервированы средства и на реконструкцию важного индустриального наследия – музея завода имени Куйбышева. Проект уже есть. Сейчас он проходит экспертизу. Объем налоговых платежей, которые НТМК платит на территории Свердловской области, является одним из самых больших на территории всей области. У нас есть компании, которые работают на территории области, но налоги они могут платить, предположим, в других городах. А есть НТМК, Евраз, который говорит, мы здесь работаем, мы здесь наводим порядок, так, как говорил президент, и мы здесь развиваем социальную сферу. И, естественно, когда идет увеличение налоговых платежей, в рамках нашего сотрудничества с Евразом правительство говорит, да, вот эти средства мы отправляем на развитие города Нижний Тагил, целей ВН. Есть ответственная позиция и по возврату данных средств для того, чтобы города наши становились краше, чтобы медицина становилась лучше, чтобы образование становилось лучше, и инфраструктура становилась лучше. Эти направления, да, они у нас этим соглашением поддерживаются. Следующие шаги в мечтах – это не только заводы управления сделать, а и, собственно, завод-музей, который у нас Демидовский. Вкладываться в развитие города компания планирует и дальше. В перспективе, например, создание центра подготовки кадров на базе бывшего профучилища номер 104. Все это для того, чтобы в городе было комфортно и интересно жить.